То есть вы хотите сказать, что это все делается не с согласия власти? Основные спорные вопросы в отношениях между Республикой Беларусь и Российской Федерацией разрешены. Я думаю, что какой-то массированной информационной войны в отношении нашего государства со стороны нашего ближайшего союзника Российской Федерации не будет. Не будет и никакой газовой войны традиционной для конца начала этого года. Это свидетельствует о том, что вот эти противоречия, которые существовали, разрешены. Об этом сказал президент на Всебелорусском собрании, об этом президент говорил и на своей конференции по итогам выборов. Действительно, в результате достаточно сложных переговоров удалось найти компромисс. Ну а те противоречия, которые были в этом, в прошлом годах, не скажу, что они полностью нормальны для союзников, но между даже самыми ближайшими союзниками могут быть противоречия. Просто нам надо найти механизм урегулирования этих противоречий. И если в ходе вот этого конфликта такой механизм был найден, ну это время покажет, ну дай бог, чтобы этот конфликт тогда пошел на пользу. Как оценил Кремль, как оценил Евросоюз окончание выборов в Беларуси? Ну как мы знаем, Российская Федерация поздравила президента Лукашенко с избранием, так же, как и наши традиционные партнеры, та же Китайская Народная Республика, страны постсоветского пространства, наши партнеры в Латинской Америке, в других странах. Ну, в общем-то, те, от кого мы ждали признания очевидного факта состоявшихся выборов, это признание состоялось. Ну в этом году, кажется, ждали и от Европы того же. Ну, наверное, может быть, это были слишком завышенные ожидания. Все-таки, еще раз говорю, что действительно некоторые дипломаты в кулуарах давали понять, что они готовы к этому, но я думаю, это были только слова. Если это вообще не была какая-то дымовая завеса с целью как-то усыпить власть и под этой дымовой завесой санкционировать вот подобные силовые действия со стороны экстремистских группировок. Хочется, вот мало времени остается, но хочется еще последние новости с вами обсудить. То есть, вот как вы можете прокомментировать вчерашнее назначение, в частности, вот Мясниковича на пост премьер-министра? Михаил Владимирович, это очень опытный человек, человек с большой школой. Я думаю, что как раз в нынешних условиях такой человек и нужен во главе правительства, тем более у него есть опыт работы в правительстве. Ну и как сказал президент во время назначения, я несколько перефразирую, Мясникович – это человек инновационной политики. А как вы знаете, тоже один из новых назначенцев Александра Икапсон, бывший губернатор Гомельской области, сейчас председатель комитета госконтроля, сказал, что у нас на ближайшие пять лет в задачах стоит три «И» – инновации, инвестиции, инициатива. Ну, я думаю, вот в рамках этой установки и можно рассматривать те назначения, которые произошли. – Назначен также Геннадий Давыдько, главой Белотелерадиокомпании. А что с Димовским случилось? – Ну, это я не знаю. Я не могу на этот вопрос ответить. – Ну, поговаривают, что поводом к его увольнению стало его неудачное выступление на том же канале НТВ в программе «Серена». – Я слухи не комментирую, у меня нет на этот счет информации. Говорим откровенно, искренне, без всякой утайки. – Ну, еще есть мнение, что его канал не справился с задачей предвыборной пропаганды, и пришлось таки сфальсифицировать результаты выборов. – Да, бросите, слушайте. Ну, вы когда, понимаете, говорите о фальсификациях, вы меня, как гражданина, даже оскорбляете. Вы оскорбляете большинство граждан Республики Беларусь. – 80%. – Вы говорите, что 79 с лишним. Вы говорите, что нас тут что-то сфальсифицировали. – Что сфальсифицировали? Большинство граждан проголосовало за действующего президента. Вы оскорбляете вот этими утверждениями большинство граждан Республики Беларусь, понимаете? – Поэтому давайте мы от этой темы вообще отойдем. – Вот где доказательства? Есть доказательства? – У меня есть доказательства. – Где заявления в Центр избирком, например, об этом? Где они? – Где подтверждающие материалы? Где это все? – Мы, так были же заявления. – Одни пустые слова. – Ничего нет, никаких фактов. – Есть какие-то провокации. То, что весь день выборов шли провокации, это я знаю в том числе от членов избирательной комиссии, даже оппозиционно. Когда Минск буквально был атакован какими-то странными людьми, которые приезжали с регистрации других городов и вопреки действующему законодательству пытались проголосовать на избирательных участках города Минска. Зачем это делалось? – С тем, чтобы скомпрометировать избирательную кампанию. Когда пытались вбросить фальшивые бюллетени в урну для голосования. Зачем это делалось? Я думаю, что вот с этими фактами как раз нужно очень серьезно разбираться. – Ладно, пусть с этими фактами разбираются те, кому это положено. А мы все-таки обсуждали политические итоги года. В конце концов, с чем мы пришли к концу года? Каковы они? – Год был сложный. Год был сложный, безусловно, политически сложный. Но две избирательные кампании в году – это в любом случае уже год непростой. Это был год больших надежд и серьезных прорывов во внешней и внутренней политике. Год, когда состоялась ожидаемая победа Александра Лукашенко. Год, когда состоялось Всебелорусское народное собрание, определившее новую перспективу развития белорусского общества. К сожалению, были и такие драматические события, как вечером 19 декабря, которые серьезно осложнили наши, в том числе, отношения с некоторыми странами Запада. Но в целом, я думаю, что и для экономики, прежде всего белорусской, и для политической ситуации в нашей стране, это был год без потрясений. И это очень важный итог этого года. Итог, который создает основу для более динамичного развития в будущем. А те сложности, которые есть, о них, конечно же, надо говорить открыто, обсуждать, для того, чтобы совместно и власти, и оппозиции представителям гражданского общества эти проблемы решать. Спасибо вам за ваше мнение. Я напомню, что итоги во внутренней политике нашего государства в течение 2010 года мы подводили с Вадимом Гигиным. Я, Андрей Каравайко, прощаюсь с вами до начала следующего часа. Будем обсуждать экономику. Оставайтесь тут.